Посевы сои в России стремительно растут. Каковы перспективы этой культуры в нашей стране? Тут двойственный подход в ответе на ваш вопрос. Если исходить из позиции узкопрофессиональной моей, как соевика, то я и мои коллеги заинтересованы в максимальном расширении посевов сои. А вот если этот вопрос задать моим коллегам по другим культурам, они скажут, что вот соя отнимает у нас посевные площади и надо бы придержать. Но в целом перспектива расширения посевов сои довольно радужная. И если мы в прошлом году посеяли 3,5 миллиона гектар по стране и намолотили по соткам минсельхоза 6,9 миллиона тонн, то в обозримом будущем, в среднесрочной перспективе, есть надежда, причем обоснованная надежда, увеличить эти посевные площади объема намолота примерно раза в полтора. И это не верхняя планка, поскольку наши соседи и наши экономические друзья Китай, они очень заинтересованы, чтобы Россия производила не менее 30 миллионов тонн. И они готовы этот объем купить полностью. Поэтому стал у сои огромный в России. И внутри России мы еще не обеспечены своей соей, правильно? Ну и начнем мы с внутренних потребностей. Последние десятилетия по разным оценкам ежегодно стране нужно не менее 5-7 миллионов тонн на загрузку наших соеперерабатывающих предприятий, на обеспечение отечественного жертвоводства соевыми кормами. Но поскольку сейчас страна переориентируется на производство у себя внутри кормов и сои для животных хозяйственных, то площади и объемы намолота должны увеличиваться. Что касается экспорта, то я уже упоминал Китай, Китаю ежегодно нужно до 100 миллионов тонн товарной сои, сами они производят 20-25 миллионов. Остальное они вынуждены закупать. Они закупают в Бразилии, у нас в Канаде, но с точки зрения логистики, с точки зрения экономики, самый лучший вариант закупки в России. Поэтому для нас китайский рынок, он очень перспективен. Практически с бездонной емкостью. Можно ли сказать, что у сои российской есть конкурентное преимущество, поскольку она без ГМО? Безусловно. У нас в России нет ГМО. Более того, существуют федеральные законы, запрещающие выращивание ГМО сои у нас. У нас были разрешения на использование ГМО товарной сои на коробку животных. Но своя отечественная соя, она абсолютно чиста от ГМО. И в чем преимущество нашей сои как экспортного продукта в тот же Китай и другие страны Азии? В том, что эта соя чистая от ГМО. Ясно. Соя сейчас устремилась на север. Что в этом хорошего и что плохого? Плохое пока не просматривается. А хорошее в том, что соя как культура очень маржинальна, имеет высокую рентабельность. И хозяйство, которое вводит все в оборот сою, повышает свою экономическую результативность. Продвижение сои на север связано с тем, что, да, России нужно увеличивать внутреннее производство соя. Соя является практически идеальным предшественником. Но кроме пара и многолетних бобовых, при возделании других культур последующих. И продвижение сои на север связано с глобальным потеплением. Да, безусловно, последние 30 лет это все дело отслеживается. И полвека назад те регионы, которые были абсолютно недоступны для выращивания сои, сейчас вполне пригодны для возделания сои. Более того, там площади под сою растут. Поэтому одним из уникальных свойств российской селекции сои – это селекция для северных регионов, ранее недоступных для возделывания во всем мире. Но на север идут в основном ультраскороспелые сорта. В этом есть какой-то минус? А минус есть, поскольку существует мировая закономерность, установленная последние столетия, что чем короче региональный период, тем ниже урожайность. Только потому, что скороспелость сои связана с реакцией на длину дня. Север у нас расположен на высоких широтах, и на высоких широтах у нас очень длинный день. Если, скажем, в Краснодаре максимальная длина дня 15 часов 37 минут, в Ростове она будет примерно 15 часов 50 минут, это 3 декабря июня летнего солнцестояния. На широте Москвы это уже около 18 часов, на широте Петербурга это уже 20-21 час. И все сорта сои, мировой ассортимент сортов, не любят длинный день. Поэтому для того, чтобы создавать очень ранние сорта для севера, нужно создавать нереагирующий на длинный день. И на сегодняшний день это мировая проблема в селекции сои, мы ее тоже решаем. Но все-таки северные территории, несмотря на потепление, они помимо очень длинного дня имеют короткий летний теплый период. И опять же стоит перед отечественной российской селекцией одна из генеральных задач создания очень ранних скороспелых сортов, которые бы давали рентабельный урожай не за 100-120 дней, а хотя бы за 80-90 дней. И это на сегодняшний день довольно серьезная научная проблема. То есть потеря урожайности это неизбежно с продвижением на север. А потеря протеина? Что касается протеина, однозначных вердиктов по этому поводу нет. Есть очень разные мнения, противоположные мнения, противоречащие друг другу. Кто-то полагает, что при движении сои снижается содержание белка в семенах, кто-то говорит нет. Но если взять биологию, биохимию накопления белка, вегетирующей сои, когда семена в бобах наливаются, то через 30 дней после начала цветения в семенах начинается накопление белка. А через следующие 25-30 дней идет накопление масла. Поэтому, ну как минимум в центральной и южной России очень ранние скороспелые сорта, как правило, имеют повышенное содержание белка из-за того, что они созревают более рано, и масло полностью не успевает накопиться. А более поздние сорта, они накапливают полностью белок и масло. Ну и вынужден сказать такой момент, не всегда корректно оценивается содержание белка в семенах. Поскольку между конечным покупателем, потребителем товарной сои и сельхозтоваропроизводителем находится целая череда посредников, которые, скажу откровенно, зарабатывают на перепродаже и еще с советских времен это тянется, когда некоторые не совсем добросовестные посредники могут занизить содержание белка. Ежегодно я получаю 10-15 звонков от обиженных фермеров о том, что вот они сдали семена, им показали 32-34%, пересылают к нам, мы смотрим, у нас получается 38-40%. То есть такой некий оттенок криминала. Поэтому вот в качестве пожелания всем сельхозтоваропроизводителям, если сдали семена на анализ и показали очень низкое содержание белка, меньше 36%, сдайте на независимую экспертизу. Юг России сокращает посевы сои. Это надолго тенденция? Юг России сокращает посевы сои вынужденно. Дело в том, что в прошлом веке юг России был максимально адаптирован и идеален, ну в пределах России, для выращивания сои. Тепло, достаточно осадков. А вот в последние десятилетия, особенно в последние несколько лет, на юге России продолжается повышение среднегодовых, среднемесячных, особенно летом, температур. При этом стабильность распределения осадков изменяется. И изменяется в худшую сторону. Учащаются высокотемпературные засухи, даже в тех регионах, где ранее было нормальное влагообеспечение. А вот центральные регионы России, я имею в виду европейскую часть, потепление у них есть, а вот распределение осадков у них улучшилось. За вот улучшение распределения осадков, порой даже избыточное количество осадков, здесь надо поблагодарить наших европейских соседей. Спасибо им за их зеленую энергетику. Это они, когда боролись с независимостью от России и перешли на ветрогенераторы, они понастроили огромные поля с десятками тысяч ветрогенераторов в направлении с севера-запада. И эти ветрогенераторы создали так называемый островной эффект, когда они перед собой формируют очень плотную на десятки километров подушку воздуха. Эта подушка выталкивает дождевые фронты на полтора-два километра выше, и дожди выливаются через полторы-две тысячи километров. И в последние годы в Сахаре летом стали выпадать ливневые дожди, на удивление верблюдам. Развилась засуха в Европе тоже благодаря этому. И вот то, что не вылилось в Европе, приходит к нам, в центральную полосу России. Интересно. Так что, наших европейских соседей. Да, хорошо. О дефиците семян сои, в отличие от некоторых других культур, у нас не говорят. Их достаточно семян? Да, семян у нас достаточно. Ну, во-первых, у нас в государственном реестре селекционных достижений свыше двух сот, наверное, сортов, в том числе иностранные сорта. И, тем не менее, вот на сегодняшний день у нас с января введено временное эмбарго на ввоз иностранных сортов семян в России. И, тем не менее, Россия сама себя полностью обеспечивает семенами. Но в прошлом году Россия намолотила 6,9 миллионов тонн. Из них, пускай полмиллиона уйдет на семена. И своими российскими семенами мы, наши коллеги, соевики по стране полностью покроют все посевные площади. Проблем с семенами сои у нас нет. Продолжение следует...